В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у меня на обзоре белый ром Old Monk, старый монах. Это индийский ром. Крепость его 42,8 градусов. Производится он компанией Mohan Mikin Ltd, который, естественно, находится в Индии. И, в принципе, наверное, все. По бутылке здесь полное соответствие бутылки с темным ромом, старый монах. Единственное, сам ром здесь прозрачный. Я не испытываю иллюзий, что белый ром будет каким-то супервкусным или еще каким-то. Нет. Белый ром – это, естественно, коктейльный ром. И пить его самостоятельно я вообще не знаю людей, кто может пить белый ром без смешивания с чем-то еще. Но я, естественно, попробую. Поэтому сразу налью. Я не думаю, что надо ему давать постоять, подышать. Кстати, можно заметить, дозатора на бутылке нет. Мне кажется, на темном роме дозатор есть на бутылке. Но вот на белом метру. Пробка металлическая винтовая. Используется. Дата производства конкретно моего экземпляра можно найти сзади на бутылке. Это 17.03.2023 года. То есть достаточно свежий в этот раз напиток у меня. Купил я его в магните по цене 999 рублей. На самом деле темный сейчас там тоже стоит по такой же цене. Вот конкретно у нас в регионе. Но не во всех магнитах. Ну что, налил. Можно посмотреть. Пахнет он ромом вообще или нет. Просто очень хочется тростниковых дистиллятов. И иногда, покупая даже белый ром от некоторых производителей, вы не получаете желаемого. Получаете какой-то просто спирт и все. Посмотрим, что же предложит нам старый монах белого цвета. На запах есть небольшая ваниль. И, естественно, отдает спиртом, потому что стоять и дышать мы ему не дали. Поэтому здесь как бы без каких-то сюрпризов. Что ж, попробуем. На самом деле неожиданно, потому что белый ром мало чем отличается от темного. Ссылку, кстати, на обзор темного старого монаха можно найти по ссылке сверху. Я удивлен. На самом деле это не совсем то, что я ждал. Я ждал просто тростниковых дистиллятов и все. Здесь же примерно то же самое, что в темном. Он очень сладкий. Есть ваниль, есть кофейность, небольшая карамель. И это в белом роме. Единственное, наверное, не такой насыщенный вкус, как у темной версии. Но тростниковых дистиллятов, как таковых, не чувствуется, к сожалению. Ром, кстати, по-моему, тоже ведь семилетний, да? Так. А, нет, этот вообще не выдержанный. Он не выдержанный. От выдержанного отличается лишь немножечко вкусом, по насыщенности. А так, в принципе, достаточно вкусно. Белый ром, который вообще не пьется, мне кажется, без смешивания, показал себя с нормальной стороны. То есть, можно, в принципе, брать и белую версию вместо темной. Все, все нормально. То есть, пить можно даже самостоятельно этот напиток. Что неожиданно. Брал я, естественно, его не для этого. На самом деле, брал я его для как-то для типа мохито. Потому что Бакарди у нас в регионе что-то я вообще не встречаю в последнее время белого. А вот мохито жене захотелось. Поэтому пришлось купить белый ром старый монах. И, к сожалению, это будет не совсем то, что я хотел. Ну, мохито я, естественно, конечно, с ним сделаю. Вот. Ну, а сейчас, я думаю, попробуем с колой его. В общем-то, как и все остальное на канале, мы все пробуем с колой. Вжух. Кола уже в стакане. Практически куба-либра. Не хватает пару вещей типа льда и лимона, да? Ну, посмотрим, что на запах. На запах я прямо говорю, что очень похож он на темный. Вот тоже самое с колой, прям воспоминания один к одному. Ну, что ж, можно пробовать. Вот с колой уже тростниковые дистилляты чувствуются. И это приятно. Возможно, мохито у меня все-таки получится. Может быть, даже получится записать видео из мохито. Ну, в принципе, очень-очень вкусно. Меня вообще очень радует Старый Монах. Вот по мне это лучший ром, наверное, который я пил. Единственная конкуренция ему может составить, мне кажется, только Черный Капитан Норган. Не Дарк-версия, а именно Блэк. Который обзор я когда-нибудь все-таки сделаю. Стоит он мне уже года два. Ждет в своей очереди. Но вот все время попадается что-то еще. Можно, наверное, делать какие-то выводы. Если ром отличный, я прям рекомендую. Что белую версию, что темную версию. Олг Монг. Индийцы прям молодцы. Даже экспортный вариант. Несмотря на то, что в комментариях я вижу, люди пишут, что экспортный вариант отличается от того рома, который продают именно в Индии. Она и на этикетке написана, что только, как написано, для продаж вне страны. Даже несмотря, что он по комментариям хуже, чем оригинальный старый монах. Который продают в Индии. Ром великолепный. Мне прям очень нравится. Поэтому, по мне, это 8 из 10. Вот как минимум. Даже я бы десятку поставил, если бы не думал о том, что попробую я все-таки когда-то еще что-то повкуснее. Пока 8. Но ром шикарнейший. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова